Я сижу как бабушка, у меня такой плечи сон на голове. Всем привет, мои хорошие! С вами Майка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня завтрак. Это действительно завтрак для меня. Сосиски, 4 яйца, то есть яичницы из 4 яиц, огурчики, помидорчики, перчик. Ну, в общем, как всегда, у меня обычно всегда бывает такой завтрак. И обязательно это кофе. К сожалению, сегодня я буду снимать только завтрак, потому что на ужин я ухожу. Я ухожу, я куда-то иду. А куда? Большой-большой секрет. В общем, давайте приступим. Вчера выложила видео с Фати. И там у меня такое плечи сон. У меня там такое плечи сон. Я когда монтировала, была просто в шоке. Думаю, вот заходите от меня. Все там пишут комментарии, вот красавица, как классно, как тебе идет. Это настолько приятно, как я вас обожаю. Кстати, я макаю в баклажановую икру. Я хотела купить кабачковую икру, потому что я ее очень люблю. Зашла в магазин, купила. Когда пришла домой, мне мама сказала, что это не кабачковая икра. Сначала попробовала и подумала, блин, это же вообще невкусно, как я буду это кушать. А сейчас мне очень даже нравится. Есть можно. Конечно, кабачковая икру вкуснее, но тут же неплохо. Вчера я снимала видео про лескинский цкан. Это видео, кстати, было очень спорным. Я боялась, что люди не поймут, если начнут писать, да это обычный пирог и так далее. Но вам очень понравилось, это очень круто. Так приятно осознавать, что кто-то тебя любит в любом виде. Последнее время очень мало негатива на моем канале. Я не перестаю просто удивляться и радоваться. Я сижу как бабушка, у меня такой плечи сон на голове. И все люди пишут, что ты у нас такая красавица. И это настолько приятно, ты понимаешь, что это любовь, реально. То есть, на самом деле, если даже ты выглядишь не очень, все равно тебя поддерживают. Это очень приятно. Так, давайте немножко про планы на сегодня. Как всегда, новые ноготочки. Наконец-то синие. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы уже давно знаете, что у меня синие ноготочки новые. Если не знаете, теперь узнали. Это деревенские яйца. У нас бабушка, когда едет в деревню, она покупает запасы на неделю-две. Вот они как раз-таки недавно ехали в деревню. Бабушка знает, что я люблю покушать. Решила сделать вот такую себе яичницу. Также они привезли кучу просто хурмы. Здесь вот на подоконнике у меня стоит пакет. Здесь магазин на Нью-Йорке. В этом пакете килограмма, наверное, 4 хурмы. Я отобрала самую классную, чтобы отвезти Шелли. Ну вот реально, мы столько не съедим хурмы. Весь балкон в хурме. Чем она вот просто так сгниет. Лучше я отвезу Шелли. И еще я там приготовила для нее орешки. Кто не знает, просто у нас в деревне есть сад. И там это все обитает. Я знаю, что Шелли любит орешки, хурму. Не знаю, честно. Но все равно жалко пропадать. Правда, у меня есть такой характер. Я очень не люблю что-то таскать. Для меня идти с каким-то большим баулом, идти с каким-то пакетиком, для меня это какой-то стресс. Но тут даже больше, знаете, инициатива не мама, а моя была. Я очень не люблю, когда продукты пропадают. Мне реально становится очень жалко. И это прям с самого детства так. В прошлом году, когда я поехала к своему брату и открыла холодильник, я была в шоке от того, что я увидела клубнику. Зимой клубнику и на ней была плесень. Я говорю, ты идиот. Вот скажи мне, ты идиот. Как можно не съесть клубнику зимой, который ты купил за бешеные бабки. Он посмотрел на меня. Я что, знала, что в холодильнике клубника. Если бы я знала, я давно бы ее съел. Я говорю, так открой холодильник, посмотри, что там есть. Она же вот лежала на верхней полке. Ну как ты ее мог не увидеть? Ты же просто метр девяносто. Вот. Так что я не люблю, когда продукты питания пропадают. Мне кажется, это грех. Хотя я не очень религиозный человек, но когда пропадает еда, я даже могу съесть какой-то супчик, который остался, наверное, дня три. Но не то, что он испорченный. Нет. Просто все люди любят свежую еду, что готовится, например, сегодня, а то, что, например, вчера готовили, остается в холодильнике. Мне становится жалко это все дело, и я кушаю. Вот такая вот я экономная девушка. В общем, о чем я вообще хотела рассказать? Я хотела рассказать вообще не об этом. Я сегодня или завтра пойду с ночевкой к Шелле и подумываю над тем, чтобы снять влог. Сейчас начнется. Я вам обещала снять видео о своей работе. Я вам обещала снять влог. Влог уже снят. Он уже смонтирован. Просто я его выложила на 1 ноября. Так что я помню, что я обещала, и я стараюсь потихоньку выполнять свои обещания. Ой, какая сосисочка вкусная. То есть насчет вот видео на работе мы уже поговорили с моим боссом. Он согласен. Так что я помню то, что я вам обещала. И потихонечку буду все это выполнять. Все комментарии стараюсь читать. Меня все просят приготовить без шпармах. По-моему, так называется. Да, блюдо? Казахское блюдо. Часто вижу комментарии, но просто, ребят, я не умею готовить это блюдо. Поэтому, к сожалению, пока что не получится. Надо один раз приготовить, попробовать, потом уже снимать мукбанг. У яиц желтки такие, знаете, прям желтые. Макаю в сырный соус, макаю вот баклажановую икру. И кушаем. Я накрыла поляну. Думаю, уже все, сейчас поем. И тут вспоминаю, что у меня на фотике села зарядка. Еще со вчерашнего дня. Представьте, все здесь накрыто. Я все-таки голодная, только встала. Голодная к черту, я могу потерпеть или чем-то перекусить. Ладно. Но пока заряжается камера, у меня получается остывает вся эта красота. Я поставила камеру минут на 10 заряжаться. Больше я не могла оставить, потому что все остывает. а я люблю, когда горячее. А я сейчас смотрю, что камера опять начала мигать. Поэтому, наверное, видео получится коротеньким. Вот так вот. Еще, кстати, такой момент. касательно моей работы. Я часто спрашиваю девчонки, которые в этом году поступают или в 10 классе. Жалею ли я о том, что я поступила на экономические, куда я советую поступить. все, конечно, зависит от ваших предпочтений, но я настолько рада, что я поступила именно на экономические. Иногда, когда я думаю, что, вот, например, я бы выбрал не экономические, а какой-нибудь другой вуз, что бы я делала тогда? Вот просто, как бы сложилась моя жизнь? То есть, я бы совершила, наверное, огромную ошибку, потому что я очень люблю свою работу. Она очень хорошо оплачиваемая. Вот. Она очень интересная, самое главное. Я очень рада, что она у меня есть. Как бы сложилась моя судьба, если бы я, например, поступила бы в авиацию или в нефтяную академию, мне просто страшно представить. Да, есть люди, которые учатся там и тоже находят хорошую работу, работают и радуются жизни, но я себя комфортно чувствую именно в экономике, именно с бумагами, именно с договорами. Вы что-то такое, знаете? Как в фильмах бывает, знаете? Хрупкая девушка работает и стратегическая компания. Субтитры сделал DimaTorzok